Привет, зритель! Скажи спасибо тому, кто задарил Лёльке сертификат. Короче, сейчас будет обзор заказа с Гринмамы. Да-да, уже был один обзор заказа с Гринмамы, мной купленный, но теперь будет обзор заказа с Гринмамы, мной не купленный. В смысле, я-то его заказала, но его оплатили уже заранее с сертификатом. В жизни не использовала сертификат от Гринмамы. В общем, у меня тут перечисление всего на бумажечке. Я могу спокойно это показать, потому что тут вроде ничего такого сверх... какого-то там сверхсекретного нету. Можете поставить на паузу. Пришло всё счастье вот в такой коробочке. И я её снова открывала кверх ногами. У меня там была бумажечка, там был пакетик. Когда-нибудь я им пошуршу специально отдельно шепотом. Хотя вряд ли можно пошуршать шепотом. Буду шептать и шуршать. Короче, сейчас перехожу к обзору того, чего я заказала. И мне, конечно, от Гринмамы ещё был подарочек. Если вы подписаны на мой инстаграм, если ещё нет, то ссылка в инфобоксе и ещё ссылка на странице канала, где-то там в разделе о канале. Ну, в общем, если вы подписаны, то вы уже видели, там есть фотка такая всего, что пришло. Плюс краткое такое описание, чего это пришло и то, что мне пришло в подарок. Чисто от самой Гринмамы. Я сейчас просто покажу его, потому что нет, в этой бумажечке листочечки заказ покупателя от 20 ноября. Вообще, оно пришло мне уже несколько дней назад, я собрала. На самом деле, оно бы пришло ещё и в понедельник, я бы его собрала. Но у нас в понедельник почта не работает. Сегодня у нас пятница, и я забрала это во вторник. И вот столько времени всё никак не могла обозреть. Простите, пожалуйста. Я вообще вот так вот делаю, но так как я сижу довольно близко, у меня тут практически экран лицом, весь экран практически во весь. Ну, вот так, немножко так вот над головой остаётся, и чуть-чуть шейки видно. Хотя я тут специально надела эту рубашечку, и под неё такой сиреневый топик. Ну, вот как-то так получается. Короче, это у нас Гринмама. Что бы ещё могло быть, да, Гринмама? Матирующий тоник для лица от расширенных пор и чёрных точек с морскими водорослями. Морской сад 100 мл. Мне точно такой же приходил в подарок, вот в предыдущий мой обзор заказа. Отличный тоник, мой любимый, один из моих любимых, который в последнее время вообще отличный тоник, и мой любимый в том плане, что вот именно его в последнее время я в Гринмаме заказывала. Раньше другие тоники заказывала, но вот сейчас нужда мне именно вот такие подкидывают в заказы. Не в том плане нужда, вот что совсем нуждаюсь я в чём-то, да. Ну, каждый в чём-то нуждается, на самом деле. Просто вот он мне нравится. И как я уже говорила, у меня нет расширенных пор и никогда не было чёрных точек, но он немножко такой как бы спиртовой или что-то в нём такое есть. И он, ну, очень хорошо с моей кожей живёт. Он меня, я сейчас поняла, он мне напоминает огуречный лосьон, который вот настаивает там огурец на водке. У меня же есть огуречный лосьон с прошлого года ещё. Про него совершенно забыла. С самопальной лёлькой сделанной. Так, и ещё немножко забегаю вперёд, хотя это будет всё постепенно монтироваться, и может быть я всё-таки успею это всё сегодня заснять. Может, она больше меня не хватит. Только поснимать ролики. И сделаю такой маленький анонсик. Благодаря одной замечательной девочке, моей подписчице, которая периодически мне что-то дарит, с которой мы в WhatsApp общаемся, у меня возникла пара идей для роликов. Так как я, как бы, понимаю, что люди любят парфюмерию, но я заметила, что мои ролики, особенно с парфюмерией, ну и вообще, как бы мало просмотров, и, ну, не все могут осилить эти 46 минут обзора парфюмерии, которая у меня в прошлый раз случилась. Я решила делать, как все нормальные бьюти-блогеры, хотя мне там бьюти-блогеры, мне кажется, как до луны на самом деле, потому что не крашу, практически, ну, кроме губов, вот так. И даже пальчики уже не крашу. Что-то вообще лаком перестала пользоваться, хотела у меня есть. Я буду делать раз в месяц не только пустые баночки, но еще парфюмерия, допустим, на декабрь. И моя уходовая косметика на каждый месяц. Я думаю, даже чисто для меня это будет лучше, потому что какой-то парфюм я, наконец-то, уделаю, и он не будет стоять мертвым грузом на полочке. И как-то у меня будет порядок в том плане, вот какое именно средство уходовое использовать. И что именно в этот месяц я буду использовать именно это уходовое средство. Ну и вернемся к Гринмаме. Да, и вот один из таких тоников будет как раз вот в одном из обзорчиков. Тут, ну, не то чтобы супер различный состав. Супер различный состав будет в том случае, если вы сами делали тоник для лица из тех вещей, которые вы сами приготовили, допустим, какой-нибудь отвар трав, да, тогда он будет отличный состав. Не хочу сказать, что тут какой-то, ну, непонятный состав. Тут, в отличие от других, допустим, фирм, тут действительно отличный хороший состав. Тут, конечно, мелко, и вряд ли вы что-то особо увидите. И у меня, наверное, слегка дрожит рука, потому что на самом деле я тут три дня бегала по делам. То одну посылку забрать сезону, то другую. Там были подарки разным людям. Один я немножко зафоткала в Инстаграм, а один уже не зафоткала. И как бы я поэтому не обозревала. В общем, бегала я по делам тут, и ещё и посылки забирала. И чё-то как-то мне было странно, и только вчера вечером я поняла, что я слегка простудилась. Поэтому, возможно, у меня тут лёгкий тремор. Ну, те, кто смотрит меня давно, к тремору уже привыкли. Адекватные люди его не воспримут. А кто-то, ну, все ж не без грешка. Короче, кто не воспримет, ну, не моя проблема. В общем, тоник у нас до марта 2020 года, как и тот, который мне до этого подарили. После вскрытия он живёт 4 месяца. Ну, на самом деле, косметика Грин Мамы и после вскрытия, и вообще живёт довольно долго. Там срок всегда даётся с запасом. В общем, отличный тоник. Я его не буду открывать, пока ладно. У меня ещё точно такой же в запасах. Теперь у меня два тоника в запасах. Спасибо Грин Маме. И спасибо человеку, что задарил мне сертификат. Так как я не знаю, мальчик это или девочка, там панику на e-mail не очень понятно. Может, это вообще двое людей. Не, я, конечно, могла бы написать на e-mail, но мне было как-то стрёмно. Мне было, с одной стороны, неудобно, с другой стороны, приятно, а с третьей я стеснялась. Ну да, есть за мной такое странное. Когда меня человек спрашивает, что тебе подарить, я в такой ступор всегда впадаю. И особенно, если я знаю, что мне что-то конкретное нужно, я знаю, что этот человек не против того, что я вот скажу, что я хочу вот такую-то штуку, и он с радостью или она мне её подарит, мне всегда неудобно. В общем, дальше. У меня там был заказ, вообще вышел на 1974 рубля. Сертификат у меня был на 1500. У меня была скидочная карта 15%. То бишь, добавляя что-то в корзину, допустим, у них вот сейчас идёт эта чёрная пятница, по-моему, до 1 декабря, до 60% скидки на этой гринламе. И вот шампунь сейчас идёт по 141 рубль с вишенкой, и тот, который я вам сейчас покажу. Я даже сейчас его тогда достану, чтобы показать. И он, в общем, добавляешь в корзину, и он уже идёт по 121 рубль. Как-то так. Там скидка идёт, сразу учитывается. Плюс у меня были какие-то бонусы за быструю оплату, ещё что-то. И вот это у меня всё благополучно списалось. То бишь, если я буду сейчас делать какой-нибудь заказ на гринламе, то у меня будет только скидка по карте клиента. Поэтому вот у меня всё это вышло на 1974 рубля. Всё вот это вот. Так что, можно сказать, что это всё равно всё пришло в подарок. Конгресс, я вообще ничего не тратилась. Но зато я купила всё, что когда-либо хотела, или то, что мне нравилось, или то, что я пользовала, или то, что, в принципе, вот, ну, долго думала ещё вот заказать, не заказать. Ну и про запас. В общем, кроме пары шампунь и бальзам, всё было без пакетика. Вот эти были в пакетике, в принципе, это оправдано, потому что все остальные средства, они либо зафольгированы, либо очень плотно вот так вот заделано. При всём желании не прольётся. Здесь же. У меня есть два халявных пакетика. Если какие-то звуки, помимо вот этого шуршания, то у меня там кот бесится. Он у меня ночью бесился, потом бесился, и сейчас слегка бесится, а потом понял, что хозяин что-то тут помирает, лежит так до четырёх дня практически, спит и не ест. И пришёл так к хозяину, мур-мур-мур. Типа, хозяин, не помирай. Кто ж меня кормить будет, если ты свалишь куда-нибудь? В общем, вот такой же у меня флакончик есть с шампунем, вишенкой, лесная вишня и что-то там ещё. В моём предыдущем заказе и обзоре, соответственно, на Гринмаму я сделаю маленькую такую точечку и ссылочку, короче, в этом ролике, после того, как залью на канал и после того, как вы будете смотреть, будет вылезать вот такая подсказка. Гляньте, другой ролик Лёли. Это у нас тоже Гринмама. Формула Тайди. Шампунь для жирных волос. Чёрная смородина и крапива. На самом деле, я очень давно его не покупала, потому что мне так нравится аромат вишенки. И она ещё экономичненько стала, там чуть-чуть слегка изменилась. Формула в лучшую сторону. Он стал более густой, хотя он и до этого был, в принципе, не жидкий. И он как-то, ну, очень экономично стал тратиться. И я так люблю аромат вишенки, в Гринмамовском шампуне вишенки, что я совершенно забила на шампунь для жирных волос. Но он тоже отличный. Если у вас тонкие жирные волосы, как у меня, то, в принципе, раз в два дня вы можете им пользоваться. Может быть, даже раз в три дня, смотрю, как у кого что. И он тоже очень экономичный. Тут до самого верха идёт вот этот шампунь. Тут у нас, он, кстати, совершенно свеженький. В сентябре этого года сделанный. И два года дата изготовления живёт. Плюс, ну, после вскрытия шесть месяцев. Я его ещё не вскрывала. Но мне так хочется его вскрыть. Я не буду вскрывать. Потому что, если вам интересно, как оно открывается, гляньте, пожалуйста, ролик, если вы ещё не смотрели, с обзором моего мелкого заказа. Там буквально, не знаю, не на много минут, хотя я там тоже всякой болтологией занимаюсь. Тут отличный, кстати, состав. И вот здесь он написан ещё по-русски. По старой памяти. На некоторых продуктах Green Mamy он уже на латинице написан. Мы, конечно, латиницу изучали в педе Ушинского, но это было давно, я не помню. Это у нас GMA Production. Это у нас тоже GMA Production. Ну, всё, короче, Егорьевск. В общем, вот. Можно пользовать один шампунь. Если вам удобно, допустим, шампунь не бальзам. Некоторые в отзывах нам пишут, что волосы не расчесываются или ещё что-то, и надо использовать бальзам, то можете использовать бальзам именно к этому шампуню в пару. Вот сейчас, который я вам обозрю, который я, соответственно, заказала. Но мне они нормально идут, и я не всегда пользуюсь бальзамом. К вишенке раньше шла не то чтобы в пару, но советовалась. Маска от выпадения волос, кажется, с лопухом или что-то в этом роде. 170 мл. Вроде бы или 100 мл. Ну, в общем, там с виду такой вроде небольшой тюбик, но на самом деле его на приличное время хватает. Даже если у вас длинные волосы, она такая не то чтобы жидкая, но не очень густая маска. Она очень хорошая, на самом деле, я раньше её очень часто пользовала, но спросите вы, почему это я её не приобрела? Ну, вот как-то. Мне больше сейчас нравятся бальзамчики. В общем, вот бальзамчик. Его я ещё дольше не покупала. И вот что-то вот решила, думаю, впали как раз к этому шампуньку. У меня теперь два шампуньки про запас, и я, правда, немножко помылила той вишенкой. У меня ещё сейчас в использовании стоит и фрошевский шампунь. Да, я помню про этот запрос обзора, чем я ухаживаю за волосами. Я постараюсь записать, если не сегодня, то в ближайшие дни. Так, формула тайги, гринмама, бальзам, кондиционер для жирных волос, календула и лимонник. И сделан он у нас в августе этого года, и живёт он тоже два года и шесть месяцев после вскрытия. Ну, на самом деле, если правильно хранить, то проживёт и дольше. Ну, и вообще, его как бы хватает на приличное количество времени этой парочки. Вот тот шампунчик, именно с те же 400 мл свишенка, мне вышло где-то на 3 или 3 с лишним, я уж не помню точно, но на очень долгое время, на 3 месяца. Раньше у меня как-то он за полтора месяца уходил, или иногда даже за месяц. В общем, очень хороший экономичный шампунь и бальзам. Вся вот эта вот пара. Если, опять повторюсь, у вас тонкие жирные волосы или просто жирные волосы, то, не раздумывая, покупать – это отличная вещь. И тоже у нас это ГМА продукция. Я заказала себе. Я хотела его сегодня открыть, потому что, знаете, вот когда вы болеете, просыпаетесь, так у вас кожа такая сушёная, сушёная, даже в тех местах, где она жирная или нормальная. Но он оказался зафольгированным, на моё счастье. Кстати, у них все крема или по большей части или зафольгированы, или так вот один у меня крем для рук потом будет в обзоре, и увидите, он не то чтобы заслюдирован, но он так сделан, что вот у меня подобный крем попадался как-то с лотосом про ноги серии «Фаберлик», вот там точно так же было заделано. Это у нас ночной крем для лица, чистая кожа, пион и чага для чувствительной кожи смешанного типа. Шесть месяцев после вскрытия, два года с даты изготовления. Сделан он у нас в мае этого года. Самый старенький из всех вещей туда. Это уже Гриннова, но на самом деле Гриннова это тоже самое Гринмама. Я об этом говорила в предыдущем ролике, который именно вот этого типа, в предыдущем, скажем так, обзоре заказа Гринмамы. Я его сейчас открою и покажу. Раньше я его использовала, мне хватало его на целый год. Иногда даже чуть больше. Хоть тут после третия-шесть месяцев живёт, но ничего ему не бывало. И я его использовала не только как вечерний, но и как дневной. Он очень тоненький такой, не знаю, как крему применительно тоненький или нет, но очень нежная консистенция такая. И не жирнит кожу, не не тяжелит. А ещё у него офигенный запах пиончика. Хотя я им так давно не пользовалась, сейчас он кажется таким плотно густым. Хочется руки им намазать. На один щека я накладываю крем, а на другой ничего. И потом мы посмотрим, что с этим будет. На самом деле, я на руки его наложу. нанесу. Тонкий, чуть ощутимый аромат. Может быть, потому что это уже гриннова. И может быть, там чуть-чуть что-нибудь изменилось. Тут уже состав идёт тоже вот на латинице. Может быть, просто я забыла, но мне казалось, он ярче пахнет. На самом деле, хотя, возможно, у меня просто срекающий заложен нос. Он пахнет всё ещё вот этим вот самым пиончиком. Вот тут такая, не сказать, что большая или очень маленькая дырочка. Мне кажется, вполне нормально. И, в общем, буду его использовать вечером. Если вам интересно, я могу сделать потом отдельный обзор чисто на этот крем, не дожидаясь пустых баночек, потому что, я думаю, всё-таки хватит, если не на год, то на приличное количество времени. И вот тут кусочек фольги, который был в этом тюбичке зафольгированный. В общем, вот такой кремик. Green Mama крем для ног, тонизирующий питание, каштан, конский, арника и хмель. Для уставших ног 100 мл. Это у нас Green Nova серия, но тоже самое Green Mama. И раньше такой продавался у нас в угличе в фикс-прайсе по 77. На сайте он 89 рублей, но там часто бывают скидки, если у вас там уже есть кизочная карта клиента, то по-любому будет он дешевле. И если вы делаете заказ на полторы тысячи даже с использованием бонусов, то вам бесплатная доставка и курьером, если в ваш населённый пункт есть курьер и на базу выдачи. Вот у нас есть только несколько баз выдачи, причём, оказывается, в двух местах районе Озоновской базы выдачи, один в Солнечном, и вот курьера нет. Ещё, соответственно, Почта России тоже будет бесплатно. У меня была Почта России, но у меня была бесплатная сумма сама, как я уже говорила, 1974 рубля. В общем, 100 мл, 6 месяцев после вскрытия, 2 года с даты изготовления, и в июне этого года он создан. Сейчас я в фикс-прайсе вот была, как-то его не видела, но можно найти на сайте. Он тоже зафольгирован, я не буду пока его открывать, потому что, в принципе, у меня есть вечерний крем от, кажется, от подпишицы Лёльки, про которую я говорила в самом начале ролика. И ещё кое-что, чем я пока пользуюсь. Но я поэтому пока не буду открывать, но он хороший. У них есть такой вот изначальный для тяжёлых и уставших ног, такой как бы смятый или чем-то такой, ну, в общем, он охлаждающий крем для ног, там 170 мл в тюбике, он, по-моему, 300 с чем-то сейчас стоит, или 286, как-то так. Его намного долго хватает, он классный, он немножко отличается от того, как бы, оригинала, скажем так, но он тоже очень хороший крем, может быть, неплохой. И я решила его заказать тоже про запас, там просто один крем был в наборе, отдельно его на тот момент не было в наличии, и вот этот крем тоже решила как бы закинуть. Ну, и плюс мне надо было просто эту сумму полторы тысячи сделать, потому что там все бонусы списывались, бонусы, 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 думаю, как дальше-то вообще, что еще-то, и я так долго-долго думала, и думаю, что бы, крем для ног лишним не будет, к тому же у меня довольно так вот бывает, что крем для ног закончился, и я вместо крема для ног использую какой-нибудь лосьон для тела. В общем, вот, отлично, можно сказать, крем для ног, он слегка бюджетнее, чем тот, который я вот сейчас буду обозревать, ну, не сейчас в этом же ролике, но ничем не хуже. Вот, советую. Так, и вот крем, про который я говорила, мой любимчик вообще, он изначально всегда на Гринмаме стоил слегка дороже остальных других кремов для рук. Если же опять вы подписаны на меня в Инстаграм, то там был фоточка такая одного кремика и Ода всем трем кремам для рук Гринмамы, которые я застала когда-либо. Ну, на самом деле это много, намного больше кремов от Гринмамы, но те, которые я пользовалась. И вот этот, он и для рук, и для ногтей он всегда был чуть дороже, хотя сейчас цена у него, по-моему, одинаковая. Другим кремом, хотя тот 100 мл, а тот, допустим, 50, и он именно в таком формате всегда был, 50 мл. 6 месяцев после вскрытия 2 года у него тоже срок годности и номер партии указаны на спайке шва, произведено в России. Гмэдэкпродуксион 50 мл, и сроком он у нас до февраля 21 года. Вот он, вот так вот сделан. Я пока его не буду открывать, потому что у меня сейчас в использовании один крем Гринмамы уже есть, и ещё один, который будет в пустых баночках, там совсем чуть-чуть. Но он очень классный, сок лимона и протеина шёлка, он реально, вот он чуть пожиже был, чем остальные крема. Не знаю, возможно, сейчас может чуть-чуть что-то там изменилось в формуле или там в консистенции, но если вы хотите, тоже оставьте в комментах или где-нибудь там заявочку, и я обозру его отдельно, уже так вскрыть в ши и покажу вот такое. Вот так он увлажняет, вот так он в ноготочки впитывается, и в общем, божественно классный крем. Так что тоже советую. Ещё, не смотрите, что я уже в 35 лет ещё покупаю детский крем, но мне уже 35 человеческих лет. Ну, по эффекту мне вполне себе ещё дитё не маленькое. 170 мл детский крем, крем с чередой Green Mama, дизайн флакончика, тюбичка точнее, всё тот же прежний. Green Mama ГМ-Продукцион 170 мл 6 месяцев после вскрытия, и сроком он у нас до августа 2021 года. Он отличный крем. Если вас укусил комар, у вас покраснение, или у вас просто покраснение от какой-то аллергии, или у вас просто покраснение внезапно от чего-то ещё, ну, вышли на мороз, у вас кожа покраснела, когда домой вернулись, или в помещение, отлично справляется с покраснениями, отлично справляется какой-нибудь цепью от аллергии, вот что-то съели не то, и вот красное всё пошло, или крем какой-нибудь вам подарили тремя людьми, использованный под видом нового и при этом просроченный в жутко как, а вы даже не в курсе, и вот высыпала такая красная корка на лице, то вот тоже поможет справиться. Мало того, что череда снимает покраснение, но ещё сам по себе крем. И тут я сейчас вам просто зачитаю состав. Вода деминерализованная, кунжутное масло, миндальное масло, глицерин, глицер чего-то там. В общем, вот эти три штуки на гли и полигли, начинающиеся со звёздочкой, то бишь продукт растительного происхождения, пчелиный воск, масло жожоба, облепихи, календулы, экстракт череды, алантаин, так, и ещё какие-то вот... А, парфюмерная композиция эфирных масел. Ну и в самом конце тут парабены ТЭА. Чё такое, хрен знает. В общем, отличный такой крем. Я вам даже вот так. Ну, на самом деле, вы состав можете прочитать на сайте GreenMama. Я даже вам продиктую www.greenmama.com однослово.ру Заходите и читайте. Детский крем с чередой. И он зафольгированный. Но я сейчас тоже сниму эту фольгу и вам его покажу. Ещё есть 50 мл. Ну, конечно, выгоднее такой покупать на самом деле. Да, он всё той же консистенции, нежно такой, ближе к жидкой. А эту щёку мы намажем вот. Им, кстати, можно использовать его как крем для лица. Ну, довольно приятно пахнет. Кстати, чё, забыл сказать про пион. Он не липкий и быстро впитывается. И детский крем тоже не липкий. Ну, ладно, может так вот. Если сильно придираться, совсем чуть-чуть, очень слабая липкость. Из рук ничего при этом не выпадает, ничего не прилипает к самим рукам. И он довольно быстро впитывается. Вот. Не успела намазаться, уже смылся. В смысле это впитался. И вот последнее, что я хочу показать в своём обзоре, как раз мой последний продукт, заказанный в этом заказе, скажем так, это Green Mama. Набор Леди Совершенства. Что хочу сказать. Раньше в Green Mama, если вы покупаете набор, коробочка от набора всегда приходила в сложенном виде. То бишь, вы сами её собирали и засовывали туда то, что пришло. Либо что-то иное и дарили, если это подарок. Тут у нас он создан в октябре этого года и до ноября 2021 года. ГМО Продукцион, опять же, тот же Егоревск. В принципе, просто есть ещё в Раменском, но здесь у меня было всё из Егоревска. Тут у нас крем для ног, шалфирь, льняное масло 100 мл. И крем для сухой кожи рук, календула и масло смородины тоже 100 мл. Именно крем масла смородины и календула был у меня в моём предыдущем заказе. И как раз ему я возносила, помимо прочего, Оду в Инстаграм. Отдельной фоткой он был. Составы у нас тут. В общем, от крема для рук идёт на латиница, а от крема для ног идёт по-русски. Вот такая вот, сейчас ещё раз покажу, коробочка. Мне кажется, довольно такая изящная, красивая и хорошо, вполне себе, продойдёт на подарок. Набор на сайте, кажется, стоит 439 рублей, и это дешевле выходит, чем если бы вы покупали крема по отдельности. Потому что, что крем для ног, что крем для рук, сейчас идёт по 286 за 100 мл. А вот достать, ну, вот, хорошая коробочка. Правда, кроме того, что в ней было, другое не положишь, потому что на другой стороне коробочки именно, кстати, вот кот в кадр влез. Знаешь, что один мальчик очень любит этого кота. Мальчик, глянь на кота, если будешь смотреть этот ролик. Если твоя мама возьмёт тебя смотреть этот ролик. Короче, на другой стороне коробочки написано как раз про состав средств вот этих и других средств, а в эту коробочку не встунешь. Так, ну, вот такая штука там была, которая держала эти крема. И вот у нас крем, который до, в общем, в октябре тоже как вот на коробочке написано, один в один. Я, кстати, посмотрела, перед тем, как обозревать. Вообще, на самом деле, посмотрела в день, когда думала обозреть, но у меня не получилось с обзором. Они оба сделаны в октябре этого года. Вот у нас Green Mama, крем для ног, шалфи и льняное масло. Тише даже что-то мякнул. И шесть месяцев после вскрытия. Вообще-то, один из моих любимых кремов для ног. Он тоже зафольгирован. я его пока не буду вскрывать, но тоже, если вдруг хотите, отдельный обзор, то я с удовольствием вам сделаю. И очень классный крем. Долго хватает, можно сказать, экономичный. Но в ближайшее время я буду пользоваться с удовольствием, когда у меня закончится то средство, которое я сейчас использую вместо крема для ног по утрам. Крем для ног по вечерам у меня так и будет, потому что разными кремами пользуюсь для ног по утрам и вечерам. И ещё одна вот запасик, идёт ещё один кремик для рук, потому что точно таким же вот сейчас я пользуюсь. Крем для сухой кожи рук календула и масла смородины. Шесть месяцев после вскрытия. Вот этот уже не зафольгирован. Он изначально так слегка туго открывается, закрывается, ничего не прольётся. крышечка у него не снимается, потому он и не зафольгирован. А то иногда бывает смотришь какой-нибудь обзор какой-нибудь девочки-мальчика и типа вот он не зафольгирован. А почему? Потому что крышечка у него не снимается. Ну бывают такие заследированные, но я считаю, что я первооткрыватель. Как в принципе на Гринмаме написали, тут два года после даты изготовления, Гриннова его выпустила, ну и Гринмама как сам сайт именно Так, сейчас подождите, вот здесь нам также вот на том креме у меня также было в предыдущей посылке или Раменское или Егорьевск. Ну это у нас тоже Егорьевск, в общем первая циферка один, если единичка, то Егорьевск, если двоечка, то Раменское. В общем от Раменское мне пока Гринмамы не попадалось, только Егорьевская классическая Гринмама. Вот такой у меня замечательный заказ благодаря сертификату от зрителя. И ещё раз прочитаю, что тут у нас случилось. Бальзам-кондиционер для жирных волос 400 мл, шампунь из той же серии для жирных волос формула Таги, оба 400 мл, потом детский крем 170 мл, ночной крем для лица, чистая кожа, пионы чага, ещё раз советую, 100 мл и крем тонизирующий для уставших ног 100 мл тоже советую, крем для рук и ногтей, сок лимона и протеина шёлка вообще советую, и подарочный набор для совершенства, плюс ещё подарок от самой Гринмамы, я ещё так думала придёт подарок или нет, но как бы это, что тебе ещё хотеть и так всё на халяву досталось, а тут ещё подарок положили, круто! Всем спасибо за просмотр и всем отличного настроения, пока!